всем доброе утро у нас разминка после завтрака я лежу они разминаются тоже неплохо ужас джуська джусья заводила у нас она все время к нему пристает ты ему все время пристаешь так вот и живем всем доброе утро и хорошего начало дня вот такого позитивного да такой позитивчик всем еще раз привет я сейчас хочу пересадить наконец-таки свои цветочки девочки помните я заказывала вот такие где на вальберис заказывала вот такие горшочки кстати они очень мне понравились очень прикольно у меня даже день цветочек сейчас я вам покажу смотрите вот там стоит видите вот там стоит на окне он даже начал цвести вот я пересадила очень прикольно смотрится согласитесь вот эти вот горшочки тем более если нет тюли до шторы шторы тюль как она правильно называется не знаю я называю это тюль вот и у меня эта комната мальчишек большая и у меня здесь на самом деле мне нужен еще один такой горшок и вообще не только один потому что они мне очень понравились прикольно смотрится во вторых в общем классно удобно ими пользоваться вот еще один не нужно заказать еще думаю наверное на первом этаже мне тоже там цветы есть тоже наверное скажу потому что ну они просто белые и хорошо подходит к белому с подоконником не знаю в общем какая-то у меня заморочка такая с этими горшки кашпо это правильно называется но я не пересаживала потому что у меня не было земли я короче купила у нас есть магазин думала также заказать на вальберис но на вальберис получается дороже вот это вот земля то есть тот же пакет стоит намного дороже земли обычный там для рассады или еще какой-нибудь в общем зашла в магазин у нас есть такой магазинчик здесь ездила на почту и зашла в него такой найти там всякая мелочевка продается там прищепки какие-то тазики мочалочки ночью мыло там ну такое все хозяйственное я вспомнила что там я видела там есть и семена и подкормки и земля в общем решила туда зайти взяла последний пакет земли вот такой маленький но мне на два горшка должно ее хватить я думаю что и хватит на два горшка спросила там сказали что привезут потому что сейчас же сезон рассады начнется вот и сказали что обязательно привезут там ну по крайней мере планирует привести и больших пакетах я раньше вообще все вот это вот и это вот вот это все покупала магазине обе очень люблю этот магазин но туда сейчас у нас вход по qr-кодам у нас qr-коды действуют санкт-петербурге до сих пор в торговых центрах где в кинотеатрах торговых центрах кинотеатрах но очень везде короче на транспорте вроде бы нет но я не езжу общественным транспортом я не знаю но я не слышала что говорили про общественный транспорт что там тоже используют вот тем более сейчас же ожидается новая волна нового штампа поэтому я думаю что qr-коды не отменят я это к чему вообще потому что я обычно вот семена подкормки все для сада и огорода я покупала магазине обе а тут получается что я туда не попадаю у меня qr-кода нет вот я думала нашла в общем что все это есть естественно на зоне естественно на вальберисе естественно всех этих сайтах все это есть но я не могу никак выбрать я не разбирайся огородник еще тут я вообще не понимаю в этих сортах у этого этого все у меня парник парник теплица маленькая второй год всего лишь второй год прошлом году я сажала по совету своей сестре мне кое-что понравилось мне понравились огурцы но у меня сестра огородник но она в таких масштабных более то есть у него но она много сажать то есть у по-моему две теплицы что ли ну в общем у меня такой большой огород не то что у меня вот и в общем у меня разбежались глаза там я не знаю какие сорта если вдруг кто-нибудь из вас знает хорошие сорта вот у меня не для парника мне нужны помидоры и баклажаны перец огурцы я вообще парники сажают для чего чтобы вот взять мисочку летом прийти туда насобирать всего накрошить салатик и съесть то есть мне не нужно ни до заготовки ничего хочу в этом году посадить снова в прошлом году у меня был были этим помидоры черри хочу в этом году снова их посадить и обычные помидоры и черри но вместе почему потому что в прошлом году у меня я своих мужчин полейте пожалуйста парник они там хорошо пошли ну я называю это парник потому что у меня маленькая такая тепличка да поэтому я называю парник хотя парник я знаю это маленько научу теплица ладно вот они поливать на следующий день я прихожу ни одной помидорки черри точнее висят только зелененькие очень не нравится моим мужчинам именно вот те которые растут теплица вообще в теплице которые вот свои помидоры они такие послаще по вкусу чем покупные конечно более вкусные огурцы тоже конечно вот в общем я не знаю сорта там конечно отзывы отзывы в основном знаете такие все хорошо пришло пакеты не порваны траляля там или там столько-то семечек в пакете а отзывы о том какие вообще опять же да я живу в сан петербурге если кто-то купил эти семена и посадил в краснодарском крае но это же совершенно разные вещи правильно тем более какое у нас будет лето неизвестно будет ли как в прошлом году прошлом году хорошее лето было были было правда местами очень очень жарко но все равно ли это в общем и целом было хорошее практически не дождливая вот какой будет в этом году неизвестно смогут вообще все лето дожди быть как зарядят с мая так и до сентября сентябре только бабье лето поэтому но если вдруг вы знаете хорошие сорта и вообще заказывали вы на вайберис или на зоне семена вообще вам понравились нет может там какие места просроченные бракованы еще что-нибудь вот так что напишите буду ждать в общем решила что в этом году закажу там все семена все что мне необходимо буду заказывать там потому что неизвестно паду я в обе или нет вообще в эту весну в общем закажу там принципе по цене мне кажется там то же самое что и в обе обе вообще в принципе не дешевый магазин но там просто можно прийти и за раз купить все что вам нужно и как бы не бегать не искать нигде ну в общем в общем если вы знаете то очень буду ждать ваших комментариев вот может быть знаете какие-то сорта точнее не на закрутку мне просто на поесть но вот помидоры огурцы если уродятся много то закручу если не уродиться так и ладно вот если погибницу и пофигу я вот примерно из той серии нет на самом деле конечно жалко когда ты там сажаешь ухаживаешь а потом все погибает это очень жалко но с другой стороны как бы чуть из этого расстраиваться жизнь то продолжается он подумаешь погибло но я как-то так к этому отношусь но хочется конечно же собрать со своей маленькой теплички и хороший урожай вот в общем сейчас пересажу потом поеду за старшим сыночком наверно зайду магазин так немного обо всем сегодня и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Видите? Солнышко немножко вышло. Погода вроде налаживается, но опять мороза у нас обещают. Главный цветочек. А главный цветочек? Уже полгода. У нас уже такой большой, уже больше Каспера. Вот. Так что цветочек пересадила, полила. Этот еще помыла попутно. Этот я подрезала. Я их подрезаю периодически. Вот. Они у меня вот так вот кустиком таким даю, чтобы росли. Вот. Потом по весне окна надо будет помыть. Вот эти окна у меня моет муж. Он с той стороны ставит... Ну, со стороны улицы. Он с той стороны ставит лестницу и промывает их. Вот. Так что помогает мне. Вот. Так что красиво. Ну, согласитесь, на белом подоконнике очень красиво смотрятся вот эти горшки. Слушайте, мне они так нравятся. Поэтому мне нужно заказать еще два и купить сюда еще какой-нибудь красивый цветочек. Ну, а как иначе, правильно? Ладно, все. Я уже поскакала за старшим сыночком. И заскочу, наверное, в магазин еще, да. Забрала старшенького со школы и перед этим забегала в магазин. На самом деле я заходила, потому что в магазине вот я все время заказываю. Магазин Питшоп. Закончились вот эти вот для Майкуна. Пауч, именно Роял Канин, который. А он у нас ест хорошо, только их. В общем, думала, зайду в магазин, ну, в сам магазин, да, оффлайн, который. И посмотрю, может быть, есть там. Вот всего только четыре штуки. По базе мне посмотрели, что нигде больше нет. В общем, взяла. Ну, раз уж я зашла, то я взяла еще своим девчудам. Вот, это Бонни, Джуси. И еще взяла вот такие вот, девушка сказала, очень хорошие какие-то вот такие консервы. Вот. Какая-то тут рыба с чем-то. Вот. Не знаю, в общем, рыба с чем-то. И вот такие вот еще, типа, хорошие. Здесь не говядина, это канина с клюквой, по-моему, да? Вот. Ну, в общем, взяла две штучки попробовать. Вот. Ну, иногда, вообще, основной корм у меня Роял Канин, но иногда что-то вот такое побаловать я покупаю. Хотя ветеринар у меня против вот этого. Вот. Скажу сразу. Он говорит, что не стоит вот так делать. Типа, кормите одним и кормите, и все. Ну, балую я иногда. Бывает такое у меня. Вот. И зашла еще в магазин, но мяса ничего не купила. У меня все есть сейчас. Зашла, потому что захотелось на что-нибудь из фруктов. Ну, сейчас из фруктов мало, что такого можно прям вкусного купить. Вот. Я купила фурму. Фурма прям на вид очень хорошая. Шесть штучек взяла, выбрала там. В общем, классные. И мандаринки. Фурма по 150 рублей, а мандаринки по 90 рублей. 95, по-моему. Или 92. Ну, что-то в этом духе, девочки. Так. Также купила. Это мы с сыночком уже попробовали. Вот такие, не знаю, нет названия. Вот такие вот печеньки. Как-то они меня соблазнили. Наверное, голодная была. В общем, такое тесто. И внутри шоколадный крем. Очень вкусно. Прям как мини-пироженки. Ну, вот эти трубочки. Это у меня мужчина мой любит. Я взяла сладенькие такие. Хотя они сладкое не очень уважают, но вот такое любят. И также взяла немножко творога. Обычного деревенского. Не помню, сколько он стоит. Часто слово. Я хочу сделать сегодня сырники. Мужчина моим. Вот. Ну, естественно, сметанку большую взяла. Это масло у меня вологодское. Кусочек 200 грамм. Мне отрезали. И вот такой моцарелла. Это, по-моему, белорусский. Если я не ошибаюсь. Вот это вот. Ну, в общем, я его покупаю не первый раз. Уже очень хороший вот этот сыр моцарелла. В основном для курочки он хорошо. Для запекания он уже такой прям тянется. Очень получается обалденный. Вот. Так что вот такие вот у меня получились покупки. Пошла к коту. Нету ничего. Не купила мама мясо. Не купила. Даже в мясной отдел не заходила. И колбасу не купила. Ничего не купила. Вот. Вон там. Опять все то же самое. Ничего не меняется. Вот. Так что вот такие у меня были покупки. Ей сейчас вечерком сделала сырники. А мы сейчас еще вечером забрали маленького нашего садика. Ну, не кидайся. Влад. И приехали снова на Финский залив. Только на пляж мы приехали. Смотрите, какая там красота. Просто. Это. Что это? Закат. Закат, да. Смотрите, как красиво. Просто как будто огонь. Как будто там фонари вот эти включили. Ага. Вот. И они вот так вот горят. Ага. Смотрите, как классно. Взяли. Упаковали. Девочек. Вот. Девочек. В машину. А где Джуз? Бон, это нормально? Бон, это. А Джуз вообще так перепугалась. Такая была, прям тряслась всю дорогу. Хотя ехать-то тут недолго. Мы пока ехали до садика, у меня в руках песик пересылась там. Здесь у нас такие песочные часы. Смотрите, на них даже отражаются, да? Класс. Песочные часы? Ой, песочные. Господи, солнечные. Солнечные? Да. А, да? Да. Ты что, не знал? Не знал? Не. Ну, ты даешь. Ничегошеньки не видно. Ну, в общем, мы тут тусуемся. А тут скользко. Ну, конечно, скользко. Тут вода. Хотели тут, хотела поснимать тут, но ничегошеньки не видно. Ну, ладно. Может, будет там. А пойдемте туда, там уже у людей, которые нету тучишок, и они не знаю, какое время, но это для них. Ага. Темень в парке. А мы гуляем. Мы маньяки. Мы маньяки, да? Мама, это все за них. Да. Мне папа говорил. Ну, да. Ну, так давай вот. Это огромное озеро. Да. Боночка. Почему у Боны лапы? Бона, почему у тебя лапы грязные? Где ты была? Смотри, правда, лапы грязные. Бона. Где успела провалиться? Машина сейчас садится. Это, кстати, кабинки для переодевания. Ну, все задние ноги грязные. Вот она. Где была спинница? И попа вон грязная. А пойдемте. Там скользко, наверное. Там скользко, наверное. Ну, теперь верни пускали. Все, а пойдемте. Вон, это полоса. Огненная. Реально, как будто огонь. Мы все. Ветер тут, правда, заранее извиняюсь. У меня каждый влог в Финский залив, но мы что-то зачастили сюда. Здесь и так все выглядит. Там машина какая-то стоит. Туда дальше решили не идти. Там совсем темно. Там площадка детская есть. Мы не пойдем. Можно попробовать проходить еще на пустыне в камне? Попробуй, попой больно будет. Так что, немножко тут потусим и поедем домой. Дома дел. Полно он за пускулу, садик. А мы тут тусуемся, да, Бона? Да. Скажи, мне тоже нравится. Не, Бона любит тоже на Финский залив ходить. Вот такая вот красота вечерняя. Мы потусуемся и уже пойдем. Кто тут валяется? Ну что ты на камне лежишь? Холодно же. Вот тоже. Ой, тёпкий! Да, конечно. Искоткий. Вот именно. В общем, немножко походим и пойдем уже домой. Поедем на машине. В машине сюда приехали. Долго сюда до пляжа идти. Клевая! Ой, кошмар. Нагулялись, приехали домой и по-быстренькому буду делать сырнички из творога, который я купила. Я, кстати, очень часто покупаю творог и в итоге его не ем. Но когда покупаю, всегда думаю, что я его поем с молочком или со сметанкой. В общем, в этот раз даже решила об этом не думать. Добавляю сахар, делаю их достаточно сладкими, щепоточку соли, яйцо, все хорошенечко перемешиваю и постепенно добавляю сюда муку. Ну, муку я добавляю вот, ну, не то чтобы на глаз, на глаз, да, где-то, но так, чтобы у меня и не много, и не мало было муки. Вот не знаю, как это определить, не знаю, как сказать, сколько я сюда добавляю по-разному. Бывает, но чтобы они были такие достаточно густые. И потом я их не обваливаю в муке, как некоторые, да, некоторые обваливают в муке и кладут уже на сковородку. Я так не делаю, они у меня и так хорошо зажариваются. Вот, мне еще советовали положить сюда манку, но манку я не купила вообще, забыла, как всегда, обо всем. У меня такое частенько бывает. Поэтому, поэтому по своей стандартной схеме, но с манкой обязательно попробуем. Мне кажется, с манкой должно быть, кстати, очень вкусно. Они, наверное, должны быть вообще такие плотненькие, однородные массы. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Вот такие вот сырнички у нас получились, точнее у меня. Вот, и мы сейчас как раз вечером будем пить чай с сырниками, такой у нас будет ужин. Ну как, может, еще что-нибудь поест, а мы с мальчишками будем ужинать сырничками с чаем. Очень вкусно. Вот, так что вот такие вот они у меня получаются, вкусные, ароматные. Так что всем, кто кушает, приятного аппетита. Ну и на сегодня я уже буду с вами прощаться. Очень буду ждать ваших комментариев по поводу, по поводу чего? По поводу семян. Вот, заказывали вы там или нет. Вот, так что я надеюсь, вам понравилось такое видео, было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую и до новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...